МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это до нашей эры, и артефактов достаточно много. Как стать ихтиандром? Жабры на самом деле не очень эффективный способ, орган для дыхания. Где проводятся самые безумные праздники мира? Под прикрытием этой маски они могут делать то, что они хотят. Почему НЛО часто видят в Пермском треугольнике? Это не следствие, это причина того, что там вот это вот всё происходит. Сергей Дружко. Человек, который лучше всех разбирается в необъяснимых факторах. Знает всё об НЛО, чудовищах, теориях заговора и параллельных мирах. Привет! С вами Сергей Дружко. Добро пожаловать в непознанный мир за гранью реального. Шестая часть Земли с названием кратким Русь, сказал поэт в начале 20 века. А вот несколько тысячелетий назад Русь занимала гораздо большую территорию. Всю Евразию. И это утверждают не какие-то ура-патриоты, а учёные. Почему же эти сенсационные факты всплывают только сейчас? Исследователям удалось расшифровать древнейшие, докириллические тексты, что проливает свет не только на многие факты родной истории, но и доказывает. На нашей Земле была письменность, когда многие народы ещё не умели читать и писать. Посмотрите на эти кадры. Это самая древняя деревянная скульптура в мире. Без оговорок. 11,5 тысяч лет. Это шигирский идол из Екатеринбурга. И он вдвое старше египетских пирамид. Вы только вдумайтесь. Архитекторы Карнака или Луксора ещё не родились. А наши предки поклонялись этому изваянию уже тысячи лет. Недавно скептически настроенные немецкие специалисты провели очередной анализ. И он всё подтвердил. Идол был вырезан примерно за 9,5 тысяч лет до рождения Христа. И это настоящее чудо света. Но как такое может быть? Ведь мы все учились в школе. И там нам рассказывали, что Россия – страна молодая. Ей всего-то от силы тысяча лет. А до этого было дикое поле и сборище варваров. Но это не так. Очень многие историки сегодня доказывают, что это ложь. И Русь существовала даже до нашей эры. Просто она так не называлась. Русь была до нашей эры. И артефактов достаточно много. Они лежат в музеях, они находятся перед глазами у людей. Но всё зависит от интерпретации. Можно показать очень древний предмет и назвать его очень новым. А можно наоборот. Смотрите сами. Вот доказательства. В России огромное количество мегалитических руин. Официальные учёные отказываются признавать, что это искусственные сооружения. Это не укладывается в их теории и в их научное звание. Но множество историков утверждают обратное. Они доказывают, что знаменитая мегалитическая стена под Выборгом в парке Монрепо – это остатки древнего уникального комплекса. Так же, как и так называемые каменные палатки в Екатеринбурге на озере Шарташ. Это чёртово городище на Урале. Каждый, кто занимается анализом подобных сооружений, видит, что у него и у стены в Монрепо, скорее всего, были одни авторы. Невероятно похожа на них и стена на вершине горы Семибратской в Невьянском районе Свердловской области. Архитекторы уверены, что всё это – единый архитектурный стиль. Так строили наши предки. И в Сибири, и на Кольском полуострове, и на Урале, и в Приморье. Но нас пытаются уверить, что ничего этого не было. Как не было и Челябинского Стоунхенджа на озере Алаки. Или руин возле деревни Палкино. Кроме того, есть и другие доказательства. Известный российский путешественник Станислав Кабелев обнаружил в Приморье древнерусскую версию Мачу-Пикчу. Эти мегалиты находятся на высоте 1200 метров в Сенегорской долине Сихоте-Алинской горной гряды. Главный объект древнего славянского города был назван воином. Неоспоримым доказательством того, что это было сделано людьми, стала штукатурка. Ею были отделаны некоторые строения этого потрясающего места. Руины гигантской каменной платформы были найдены жителем Оленигорска Виктором Захарченко на Кольском полуострове. Она лежит на высоте тысячи метров на плато Карносурт. Платформа была выложена практически одинаковыми плитами из базальта. Исследователи даже боятся предполагать, основанием чего могла быть такая грандиозная платформа. И это понятно, ведь Кольский полуостров – одна большая загадка. И главная из них – это знаменитые дороги. Они старше римских, к тому же прочнее них. И сделаны по уникальной технологии, которая не встречается больше нигде в мире. Их исследованием уже много лет занимается Игорь Мачалов. Он рассказывает, что основание выкладывалось из огромных валунов. Второй ряд – из камней меньшего размера, третий – из средних, а четвертый – из маленьких. И так практически до крошки и песка. Эти дороги вечны, но историки предпочитают их не замечать. Почему же мир пребывает в неведении, что именно Русь – колыбель практически всех известных цивилизаций? Увы, отчасти виновны мы сами. К примеру, когда Екатерина Великая взяла на себя комплектацию Академии наук, она пригласила на ведущие роли немцев. А те с удовольствием подкорректировали российскую историю. Якобы государственность мы позаимствовали у германцев и далее в таком духе. На те же грабли наступают и современные чиновники, продавая права на эксклюзивные раскопки иностранцев. И что получается в итоге? От нашей официальной истории отрезаны тысячи лет. А кто-нибудь рассказывает в школах про Аркаим? Вы вообще знаете, что это? Это чудом открытый, едва не погибший осколок древней прославянской цивилизации. Официальные историки долго и занудно говорили, что первые города на Урале и в Сибири возникли максимум 400 лет назад. И вот в конце 80-х годов 20-го века в голой степи решили сделать очередное водохранилище. Все было готово к затоплению. Как вдруг в 1987 году грянула сенсация. В последний момент археологи Баталов и Мосин в ходе почти любительской экспедиции откопали город возрастом около 5,5 тысяч лет. Тогда Аркаим чудом удалось отстоять. И, как выяснилось, не зря. Оказалось, что это был крупнейший центр древней культуры. Важный, но далеко не единственный из множества таких городов. Сегодня археологи говорят о 21 поселении. И это целая страна городов Гордарика. Гордарика была достаточно большим государством. Там уже было государственное управление. То есть это были не разрозненные какие-то славянские племена, там в набедренных повязках и прочее, там с палками-копалками. То есть там было нормальное государственное устройство. Более того, исследования Аркаима говорят, что это была высоко развитая цивилизация. Город был четко спланирован. Вход, спиралевидная структура, внешнее помещение, внутреннее. До сих пор не совсем понятно его назначение. Хранилище знаний, академия жрецов. В каждом из домов был колодец и сложная правильная печь, которая позволяла работать с любыми металлами. Археологи были поражены, когда при раскопках древнейшего некрополя обнаружили колесницу. Находка на самом деле переворачивает все представления об истории. Ведь это предшественница и греческих, и египетских колесниц. Это вообще едва ли не первая из найденных колес. Какой сейчас год по древнеславянскому календарю? Эта датировка существовала вплоть до 1917 года. Как человек сможет дышать на глубине? Жабры на самом деле не очень эффективный способ, орган для дыхания. Продолжение следует. Чем был этот город для наших предков, сложно сказать. Но его пропорции и расположение позволяют говорить, что среди прочего это могла быть и пригоризонтная обсерватория. Выясняется, что тысячи лет назад наши предки были отличными металлургами, астрономами, изобретателями и путешественниками. И все это обнаружилось только сейчас, за последние 30 лет. Но главным доказательством того, что Русь существовала до нашей эры, очень многие считают русский календарь. Год, это не наше слово, то есть лето. Лето счисления, и лето мы жили. От сотворения мира. Но эта датировка существовала вплоть до 1917 года, параллельно с нововведенной уже в 1700 году. Иногда в некоторых регионах России встречаются документы или артефакты, имеющие датировку от Рождества Христова, которая уже обозначена до указа Петра Первого. То есть до его официального указа уже где-то такая датировка применялась. Причем параллельно. Даты указывались в двух системах. Допустим, все указы Екатерины Великой, они содержат две датировки. Наши предки жили по своему самому древнему календарю в мире. И как считают историки, это значит, что и наша культура тоже одна из самых древних на Земле. И недавно у нас наступил не 2019-й, а 7527-й от сотворения мира, как говорили тогда. Но не в божественном понимании, а от заключения мира в звездном храме после многолетней изнурительной войны. Просто тогда значение той победы было так велико, что именно от нее и стали вести свое летоисчисление наши прародители. Существует любопытное мнение, что и Атлантида нашла свой последний приют не где-нибудь, а на территории Руси. А именно в Черном море. От уцелевших атлантов произошли некоторые кавказские народы и переняли от них сверхчеловеческую способность полноценно жить как на суше, так и под водой. Конечно, с прошествием времени человек эволюционировал и окончательно обосновался на Земле. А вот в наши дни, напротив, любой желающий может стать ихтиандром. Алехандро Мартинес не делал себе инъекции синтола, чтобы накачать мышцы. Он жертва кессонной или декомпрессионной болезни. Однажды Алехандро слишком быстро поднялся с большой глубины. В результате его тело раздулось, как резиновый шарик. Он поправился на 30 килограммов и передвигается с очень большим трудом. Однако Алехандро еще повезло. Закипевший азот в крови попал прямо в мышцы. Обычно это приводит к полной закупорке сосудов и неминуемой смерти. Водолазы знают, что с погружениями шутить нельзя. Можно получить такие страшные баротравмы, что на всю жизнь останешься инвалидом. И это еще, если повезет. Почти каждое погружение с аквалангом приводит к появлению в кровотоке газовых пузырьков. Обычно они растворяются сами собой. Но чем больше времени человек проведет на большой глубине, и чем быстрее поднимется, тем выше смертельная опасность. Глубина – это тоже очень ресурсное состояние, потому что на глубине большое достаточно давление. То есть уже начиная с 10 метров мы чувствуем сразу давление 2 атмосферы. То есть у нас получается такое оп, и нас сдавило. Далее у нас прибавляется всего по одной атмосфере. То есть на 10 – это 2 атмосферы. Дальше – плюс 1, плюс 1, плюс 1. И на 100 метрах человек, например, испытывает 11 атмосфер давления. Это достаточно тяжело. Человеческое тело не приспособлено для свободного плавания в океанских глубинах. И все-таки есть ли возможность приспособить человеческий организм к таким невыносимым условиям? Могут ли люди безопасно нырять, как рыбы? Ученые говорят, что да, выход есть. Для этого просто нужны жабры. Жабры на самом деле не очень эффективный способ, орган для дыхания. Он отлично подходит рыбам, потому что рыбы хладнокровные, и они некрупные. А человека обеспечивать кислородом при помощи жабер не получится. Это должны быть гораздо более технологически эффективные жабры. То есть, скорее, мы сейчас создадим какой-нибудь прибор, который напоминает и работает как жабры, и будем его себе подключать. А не придумаем или не оставим жабры-рыб у себя на теле. Пару лет назад на одной из платформ в интернете начался сбор денег на удивительный прибор – искусственные мини-жабры. Их создателем был южнокорейский изобретатель Джебьюн Йон. Прибор получил название «тритон» и был размером с обычную трубку для подводного плавания. Принцип работы был основан на микропористом нановеществе. Микрокомпрессор вытягивает кислород из воды. В результате человек может плавать под водой без громоздкого баллона. Глубина погружения была заявлена, правда, не очень большой – всего 4,5 метра. Но новинка вызвала бурный интерес. На нее были оформлены тысячи предзаказов по цене 299 долларов. За короткое время корейцу удалось собрать почти миллион долларов. Русские ученые попробовали зайти в эту дверь с другой стороны. Не так давно вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу любопытный научный эксперимент. На глазах у изумленной публики Таксу по кличке Николас засунули в банку с водой. Такса сначала брыкалась, но потом успокоилась и провела под водой несколько минут. После чего ее достали и вытрясли жидкость из легких. Собака была жива и отлично себя чувствовала. Исследования жидкостного дыхания начались в СССР в 60-е годы. Именно тогда начались опыты на собаках. В 80-х уже были первые положительные результаты. Подопытные животные быстро осваивались в необычной для себя среде. В барокамерах имитировали резкое всплытие с 500, 700 и даже тысячи метров. И такие экстремальные нагрузки оставались для собак без последствий. Те отмечают смертельно опасные праздники. Многие люди сейчас работают в офисный плантор, тоже самоназываемый, а не себя называют зомби. Зачем во время гуляний кидаться едой? На самом деле это очень забавно и интересно. Продолжение следует. Это был очевидный успех. Ведь подобная технология позволит, например, подняться морякам с потерпевшей крушение подводной лодки. Сегодня вынырнуть со 100 метров – чистое самоубийство. Жидкостное дыхание позволит увеличить этот порог на сотни метров. Цифра просто фантастическая. Кроме того, такое дыхание позволит выхаживать недоношенных детей. Ведь первые 9 месяцев ребёнок в животе матери дышит именно так. Маленькие дети в утробе не дышат воздухом, у них лёгкие заполнены жидкостью. И если рождается недоношенный ребёнок, то нужно поддерживать его лёгкие до момента, когда они могут уже работать с воздухом. Именно для этого в первую очередь и разрабатывают жидкостное дыхание. Это блестящая разработка. Она решает проблему кессонной болезни. Однако у неё есть один существенный минус. Нужен запас этой жидкости. Когда он заканчивается, человек может задохнуться. При быстром всплытии это не проблема. Однако для более долгого нахождения под водой, работы или исследований нужны всё-таки именно жабры. И они должны брать кислород из воды. А вода должна быть внутри лёгких. Чтобы человек мог опуститься в Мариинскую впадину, его организм должен сам извлекать дыхательную смесь из воды. Как бы ни хотелось человеку покорить все стихии, возможно, следует умерить свой пыл. Все известные опыты по внедрению жабр заканчивались плачевным – отторжением ткани. Даже если взять известнейший роман Беляева «Человек-амфибия», то и там хэппи-энда не случилось. Ихтиандр навсегда уплыл в море, потеряв способность дышать через лёгкие. А сказка, как говорится, ложь. Да в ней намёк. А сейчас мы переходим к следующей части нашей программы. Её продолжит Пётр Корнеев. Пётр Корнеев. Человек, который испытал этот мир на прочность и видел самые странные традиции и ритуалы. Знает, как выжить даже во время апокалипсиса. Добрый вечер! С вами снова Пётр Корнеев и мы «За гранью реального». Что вы больше всего любите в путешествиях? Для одних главное море и пляж. Для других – экскурсии и музеи. Третьи стремятся распробовать каждую страну на вкус. А четвёртые прикоснутся к народным традициям. Если вы относитесь к последним, то планируйте свой отпуск так, чтобы он совпадал с крупными национальными праздниками. Карнавалы, фестивали, шествия. Стать их частью – это большая удача и незабываемое приключение. Правда, почти в каждой стране есть совсем уж безумные праздники. Мягко говоря, на любителя. Развлечения у народов всего мира бывают откровенно странные. Боливийцы достают из могил черепа своих дедушек и бабушек и таскаются потом с ними по всему городу. Они украшают их цветами, шарфами и шапочками и даже ставят еду и напитки. Просвещенные европейцы сбрасывают с колокольни козла. Теперь, правда, к сожалению, сторонников традиций искусственного. Итальянцы со стервенением кидают друг в друга апельсины. А в Японии раздеваются до трусов и идут в храм, прижавшись друг к другу. Иные просто ложатся в гроб, отмечая свое второе рождение. Или устраивают захватывающие зомби-фестивали. И культы мертвецов – это еще довольно безобидное занятие, больше похоже на карнавалы. Хотя тот же Мордигра, жирный вторник, проводы зимы и последняя ночь перед постом в США фактически превратились в абсолютную вакханалию. Еще пару сотен лет назад люди очень много работали. И редкие праздники они использовали для отдыха. Сегодня все изменилось. Люди работают мало, и праздники стали средством разрядить энергию, накопившуюся за недели безделья. Буйное празднество для многих становится смыслом и целью жизни. Они живут ради праздников – от карнавала к карнавалу. Боготворят их и готовятся к ним весь год. А когда, наконец, наступает желанная пора, отрываются по полной программе. Обильная еда, танцы, выпивка, музыка – для многих все это не остается без последствий. Но это не беда. Ведь главное – повеселиться от души. А есть праздники вообще смертельно опасные. Славное прошлое и буйный дух конкистадоров не дают покоя испанцам. Им тесно в границах современной офисной реальности. Наверное, поэтому Испания славится на весь мир своими бесшабашными праздниками. И частью очень многих из них становится инсьера. Толпа просто бежит перед разъяренными быками, несущимися по улицам. Внешне вынося вот этот праздник быка, они же его нужно победить, там, допустим, укротить при помощи красной тряпки, там, или, допустим, они когда бегут, и за ними это стадо быков, то они могут испытывать некое чувство именно адреналина, но одновременно управления собой в именно состоянии некого эффекта. Самая известная инсьера проходит в городе Памплона на праздник Святого Фермина. Целую неделю люди отчаянно бросаются прямо под копыта и уворачиваются от рогов. Иногда удачно, иногда не очень. Чаще всего быки поднимают на рога не вполне трезвых туристов, которые решили присоединиться к местной забаве или замешкавшихся местных. За последние сто лет в Памплоне в ходе этого развлечения погибло примерно 30 человек. Счёт раненых идёт на сотни. Гораздо более безопасно другое испанское развлечение под названием томатина. Иногда его ещё называют битвой томатов. Праздник проходит в Валенсии, в городе Буню. Для него специально покупают около 200 тонн первосортных помидоров. И все они пойдут в дело. А точнее, в тело. Правила просты. Вернее, их просто нет. Целый час на центральной площади с помидорами можно делать всё, что угодно. Кидать в кого угодно и во что попало. Как бы это странно, и со стороны дико не звучало, и не выглядело, но на самом деле это очень забавно, интересно. И это бесценный опыт, потому что со стороны ты смотришь, ну, как-то глупо, все кидаются. А когда ты находишься в эпицентре данного события, и когда всё это по-доброму не со зла, тебе не прилетает помидор в лоб, и ты не падаешь с головной болью, а когда это весело, дружно, и вы все бегаете, веселитесь... Можно выплёскивать вёдра с размятыми овощами на головы соседей. Можно плавать в помидорных реках и валяться на томатных берегах. Аромат помидоров стоит невообразимый. Организаторы всё-таки рекомендуют размять помидор, прежде чем запустить его в лицо соседу. Кстати, разные продукты часто становятся главными героями подобных праздников. В Испании помидоры, в Англии сыр. Крупная исследовательская компания составила рейтинг стран, в которых умеют веселиться. Мы в этом списке предпоследние. Если верить социологам, скучнее нас только поляки. А вот самые безбашенные во всей Европе – это испанцы. Помимо уже упомянутой томатины, ну, глобальной битвы помидорами, у них есть ещё более странные праздники. В одном городе носят по улицам живых людей в гробах. Это праздник спасшихся от смерти. В другом жители убегают по узким улочкам от разъярённых быков. В третьем так вовсе сбрасывают с церковной колокольни живого козла. А в одной деревне мужчины отмечают праздник тела Христова, перепрыгивая через младенца. Теперь понятно, почему Россия находится так низко в рейтинге весёлых стран. Мы до таких национальных забав не додумались. А может, оно и к лучшему? Глостер-ширская сырная гонка проводится каждый год на холме Купера вот уже более двух столетий. Правда, последние несколько лет неофициально. В целях безопасности её запретили. Однако любители свернуть себе шею в погоне за головкой сыра всё равно собираются по своему собственному желанию. С чего началась эта традиция, история умалчивает. Скорее всего, какой-нибудь богатый лорд кинул ради развлечения с горы нищим головку сыра. Времена тогда были голодные, и за ним погналась целая толпа. Прошли века, а толпы всё так же гоняются за сыром в своё удовольствие. Награда одна. Это самая сырная голова. Но энтузиазма у участников меньше не становится. Так же, как сломанных рук и ног, вывихов, ссадин и растяжений. Это здесь обычное дело. Часто участников прямо с поля уносят на носилках. И это неудивительно. Удержаться на ногах в безумной погоне за сыром невозможно. Где самые весёлые праздники? Наш народ тоже умеет веселиться, умеет гулять, классно гулять, особенно в деревнях. И в чём смысл карнавала? Люди надевают маски, и, собственно говоря, под прикрытием этой маски они могут делать то, что они хотят. Продолжение следует. Одни бегают за сыром, другие поливают себя водой. Это любимый тайский праздник – Новый год Сонгкран. Его отмечают в середине апреля. В этот день не работает никто, даже продавцы сувениров. Закрываются магазины и массажные салоны. Все веселятся. Главный смысл – окатить кого-нибудь водой с головы до ног. Для этого по городам ездят пикапы с большими, наполненными ею бочками. Зачерпывая из них воду, молодые люди и девушки поливают друг друга и окружающих. Резервуары устанавливают на улицах. Везде шланги, водяные пистолеты, брызгалки. И вода, вода, и ещё раз вода. Сухими выйти всё равно не получится. На то он и праздник воды. Одно слово – Новый год. Без курантов и шампанского. Наш народ тоже умеет веселиться, умеет гулять и классно гулять. Особенно в деревнях, где свадьбы празднуются по четыре дня. Где целая деревня, там, 300 человек, 400 приглашённых на свадьбы. Вот такие вот гуляния бывают народные. Тоже у нас масленица. Да, у нас тоже какие-то там крещения в этом году, как никогда. Столько людей ныряло в прорубь. Если тайцы поливают друг друга водой, то индийцы пошли ещё дальше. Они подмешивают в воду самые яркие краски. В результате все вокруг не только мокрые, но и разноцветные. Или можно вообще обойтись без воды. Ведь это холи – фестиваль красок. Он также посвящён приходу весны и продолжается два дня, которые превращаются в полное колористическое безумие. Вымазать знакомого или незнакомого для любого – самое милое дело. И люди относятся к этому с полным одобрением, доходящим до стервенения. В результате одежда, волосы, лица – всё это приобретает замысловатые радужные оттенки. Главное – не затеряться в этой разноцветной толпе, потому что все становятся на вид абсолютно одинаковые. Люди девают маски, и, собственно говоря, под прикрытием этой маски они могут делать то, что они хотят. Допустим, человек хочет стать королём, или, допустим, он хочет стать президентом, или, допустим, он хочет стать волшебником, то карнавал – это очень хороший способ. Люди себя идентифицируют с другую ролью, и как бы и называется, с литой, как канализация настроения. То есть человек может в этой роли побыть немножко и хотя бы снять напряжение, даже в форме зависти к тем высоким материям, ну, там, социальным, которые он не может попасть. Большинство праздников пришли к нам из глубокой древности. Отмечая их, люди ощущают свою сопричастность к истории. Как бы дико это ни выглядело. Однако некоторые торжества возникли уже в наши дни. В США особенно таких много. Там творят современную мифологию, раз нет своей древней. Например, придумали Всемирный день без штанов. Всё крайне просто. В назначенный день нужно обязательно пройти в метро, естественно, без штанов. Непонятно, правда, с чего бы это и зачем, но что есть, то есть. Собственно говоря, многие люди сейчас работают в офисный планто, тоже самоназываемый, они себя называют зомби. А кто такой зомби? Мертвец. Это, собственно говоря, те шрамы, которые, может быть, психологические личности у них происходят внутри, они выходят наружу в форме вот этих всяких масок, красок. А вот 2 июля также в Америке решили отмечать Всемирный день НЛО. Считается, что именно в эту дату в пустыне рядом с городком Розуэлл в штате Нью-Мексико потерпела крушение летающая тарелка. Особо впечатлительные персоны в этот день до сих пор ждут повторения тех далёких событий. Ждать можно до скончания века. Возможно, когда-нибудь это тоже будет считаться древним культом. Вот мы привыкли к одной культуре, и традиции других стран могут казаться удивительными и странными. Но как бы безумно не выглядели иные праздники со стороны, они всегда отражают историю. Они придуманы, чтобы люди не забывали о своих корнях. И ещё такие праздники объединяют, дарят бешеные эмоции и адреналин. И в конце концов выполняют свою основную развлекательную функцию. Чем была бы наша жизнь без праздников? Чередой серых будней. Так что, придумывайте самые неординарные поводы и отмечайте их на всю катушку. Ну, а вдруг за вами подхватит вся страна, и у нас родится новая национальная традиция? Далее вы отправляетесь в мир мистики и магии с Василисой Шатуновой. Василиса Шатунова – экстрасенс, которая может по глазам прочесть прошлое и будущее. Умеет видеть невидимое и знает всё о магии и потустороннем мире. Рады нашей новой встрече. Я, Василиса Шатунова, приветствую вас за гранью реального. На 99-м километре трассы Екатеринбург-Перь стоит указатель с изображением НЛО и подписью «Малёпка». Малёпкинская аномальная зона, известная также как М-зона или Пермский треугольник – одно из самых мистических мест в нашей стране, а может и в мире. Здесь меняется ход времени. Река течёт спять. Предметы сами поднимаются в воздух. А летающие тарелки мелькают с такой частотой, что даже Форбс внёс Пермский треугольник в топ-8 мест с максимальной вероятностью встретить НЛО. Про Бермудский треугольник знают все. Но далеко не всем известно, что в России есть свой треугольник – Пермский. И здесь происходят не менее удивительные вещи. Ещё его называют аномальная зона Малёпка. И всё это не просто так. Посмотрите, непонятный объект завис над лесом. Он беззвучно возник, словно ниоткуда. Пару минут как будто наблюдал за ошарашенными очевидцами. А потом так же бесшумно растворился. Это классический НЛО, который здесь наблюдают постоянно. Большинство аномальных событий происходит в треугольнике, который образуется деревнями Малёпка и Каменка, а также бывшим старообрядческим поселением Скопино. Петляя между деревьями, река Силва разрезает треугольник на две части. Большинство паранормальных явлений происходит на левом берегу реки на небольшом пятачке в 70 квадратных километров. Здесь постоянно видят яркие непонятные вспышки и светящиеся шарообразные объекты. Один, два или несколько. Иногда они выстраиваются в причудливые фигуры. Неопознанные летающие объекты появляются здесь не только ночью, но и днём. Они могут возникнуть в любой момент и в самых непредсказуемых местах. Откуда прилетают НЛО в Пермский треугольник? Чётко вижу его в окуляр. В чём причина аномальных явлений? Это не следствие, это причина того, что там вот это вот всё происходит. Продолжение следует. На этом видео автору удалось зафиксировать странный оранжевый энергетический сгусток между деревьев. Чётко вижу его в окуляр. Вот сейчас я его чётко вижу белым, таким дымчатым пятно. Не знаю, получится ли он или нет. Чётко вижу его. Чётко вижу, вот, 50-кратную величину. Очевидцы утверждают, что энергетические шары проявляют вполне осмысленное поведение. Это чувствуется на подсознательном уровне. Местные жители говорят, что подобные явления они наблюдали всегда. И их родители тоже. Просто об этом предпочитали не говорить. Они боялись, что их сразу запишут в сумасшедшее. И основания для этого были самые серьёзные. Почему НЛО любит пермский треугольник? Дело в том, что пермская зона, так называемая, она была первой, куда наиболее известной, широко распространённой, куда поехали группы людей, массово поехали наблюдать НЛО. То есть это, скорее, информационно раскрученный такой момент. Недаром, собственно говоря, пару лет назад пермскую зону внесли в мировой реестр аномальной зоны. Михаил Помыткин приезжает в Малёпку постоянно. Он говорит, что есть в этом месте какая-то притягательная сила. Зов зоны, как говорят постоянные её посетители. Аномалия была очень интересна. У нас щёчки Гейгера показал ноль. Такого, в принципе, быть не может по определению в природе. Он показывал ноли. Также там зафиксировано замороженное эхо. То есть событие давным-давно прошло, а звук от него слышим только сейчас. Те, кто приезжают в Малёпку, чаще всего ночуют в палатках. Это само по себе испытание не для слабонервных. Потому что за ночь можно такого наслушаться, что впечатлений хватит надолго. Представьте, вы лежите вокруг никого. И вдруг... Кто-то вокруг палатки ходит, мается. То есть я на поляне остался один, время стемнело, лёг спать. Только лёг, слышу шаги. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Ну, я даже плечами пожимать не стал, потому что для меня это уже часть пейзажа. Ну, ходит и ходит. Палатку всё равно не полезет. Со стола ничего не возьмёт. Через час, наверное, товарищ пришёл, ходил гулять. Тоже только залез. Только за тихий. Я говорю, слышишь? Слышу. Ходит, мается кто-то. За последние 30 лет у исследователей аномальной зоны скопились сотни фотографий. Была составлена подробная карта Малёпки, отмечены места, где наиболее высока вероятность увидеть что-то необычное. Летом в Малёпке во многих местах можно часто столкнуться с озоновыми кругами. Идёшь по поляне, и резкий запах озона. Причём он ограничен буквально двумя-тремя метрами. Свечение также по ночам, световые столбы много раз видели. Светящиеся шары там летали. Очень хорошо это фиксируется на фотокамеру. В районе Мухортовского завала также на берегу Сылвы журналист Павел Мухортов встретил некие фосфорисцирующие силуэты. На этих снимках, которые также были сделаны исследователями, мы можем видеть что-то подобное. Невнятные полупрозрачные существа. Они также известны под прозвищем Скайфиш. Многие уверены, что это живые разумные сущности. На Чёрной речке люди часто сталкиваются с хрономиражами и искривлениями времени. Это также случается с посетителями Пермского треугольника. С одним из таких случаев Михаил столкнулся лично и до сих пор находится под впечатлением от этого. Также ночью сидели на берегу реки, костерок жгли. Слышим, Валера Якимов, очень известный сталкер с Екатеринбурга, на своем вездеходе спускается к реке по дороге. Тарахтит у него, дизель, все на этом на вездеходе. Я говорю, пойду, посмотрю, что там, на бережок-то поднялся, а звук мимо меня проехал и уехал в лес дальше. Но самое главное, что в этот вечер Валера никуда не ездил вообще. Поднялись в лагерь. Валера там, вездеход здесь, вездеход ледяной, весь в росе. То есть никуда он не ездил, он не успел бастыть за такое время. Малютка – это эпицентр Пермского треугольника. Но загадочные явления проявляются здесь на тысячи километров вокруг. Просто чем дальше от аномальной зоны, тем реже. Однако они все равно производят сильное впечатление. Что это может быть? Надо потом будет посмотреть. Было такое ведь крест. В новостях, может, расскажет. Может, метеорит упал? Может, он еще летит? А мне кажется, увеличивается она. Да, папу позови. Да. Если что, все в подвал у нас, то запасы, и будем питаться. Опа, опа, опа! А вот совсем свежее видео, снятое 17 октября. Туристы засняли странную солнечную фигуру в небе. Нечки, сигуры, богородицы. Видите это? Голова, руки, платье. Эти кадры Владислав Луканин сделал недалеко от поселка Шаля. Сигарообразный объект покачивался над лесом, а потом улетел в сторону малепки. В тот момент, когда он исчез из вида, Владислав почувствовал удар тока, а камера остановилась. Это, кстати, часто происходит в Пермском треугольнике. Батареи садятся, связь перестает работать, а камеры снимать. Чем же так привлекает НЛО Пермский треугольник? С самого начала исследователи сделали однозначный вывод. Именно в районе Малепки находится космодром НЛО. Или база инопланетян. Где они обосновались и откуда совершают свои полеты? Геологи, кто там были, плюс измерения проводили всякими приборами, один из них магнитометр. То есть там, где-то внизу, разлом земной коры. И разлом земной коры, это не следствие, это причина того, что там вот это вот все происходит. То есть каким-то образом оно то ли притягивает к себе, то ли, не знаю, подтягивает, интересует их вот этих вот внеземную цивилизацию, или может быть, это просто физические процессы, о которых мы не знаем до сих пор. Космодром. Так на полном серьезе исследователи называют разные места Пермского треугольника. И у каждого есть свои основания для этого. Ведь опускающиеся шары и столбы света видели здесь во многих точках. Так же, как и непонятные звуки, следы, аудио и хрономиражи. Так что каждый может быть прав по-своему. Да, на самом деле, может быть все, что угодно. И портал между мирами, и база, и что-нибудь еще. Одни считают, что эти шары замаскированные корабли пришельцев. Другие уверены, что это такая особая плазменная форма жизни. Третьи, что это выходцы из другого измерения или параллельной реальности. Что же на самом деле творится в Пермской аномальной зоне? Каждый может попробовать понять это сам. Дорога сюда известна. На 99-м километре трассы Пермь-Екатеринбург был установлен специальный знак с изображением летающей тарелки. Ошибиться теперь невозможно. Каждый человек, посетивший Малёпскую аномалию, почувствовала на себе ее мистическую силу. Она может проявиться как угодно. Скажем, совсем недавно жительница Екатеринбурга поделилась своей историей в социальной сети. Однажды женщина оставила в Пермском треугольнике записку, инструкцию для туристов. И спустя 10 с лишним лет необъяснимым образом нашла ее у себя дома. Одно можно сказать, разве не прекрасно, что в мире есть места, которые даже самых отъявленных скептиков заставляют поверить в чудеса? Пока это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами был Сергей Дружков. До новых встреч за гранью реального.